Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Вы обучаете наших будущих коллег, и они потом становятся работниками эфира, теле или радио, либо как у нас телерадио. Но это еще не все. Костя, расскажи, пожалуйста, о том, что такое Юмейкер вообще. Юмейкер — это образовательно-развлекательное, я бы сказал, сообщество. Мы учим по трем направлениям радио и ТВ-ведение, это вот ваше направление, диджеинг и написание музыки. Юмейкер включает в себя студию звукозаписи, у нас очень хорошая студия звукозаписи, радиостанция, вещаемая в интернет, и своя площадка на Новом Арбате в здании киноцентра «Октябрь». Значит, кто приходит, скажи, молодежь, люди в возрасте, девочки, мальчики, кто на что старается учиться? Все кого-то сейчас перечислю. Мы удивляемся, ну, вначале удивлялись, сейчас уже поняли. Вот эти все отчасти и увлечения, ну, для кого-то это действительно просто для развития личности, там, не знаю, мечта, хобби и так далее. То есть есть такие люди, а есть там люди, которые идут к нам, чтобы стать профессионалами. Начать профессиональную карьеру, так сказать. На радио, кстати, идут к Михайлову повышать квалификацию. Константин Михайлов, да, друзья. Да, приезжают из других городов. Так. Причем действующие радиоведущие. Ну, я же говорю, повышать квалификацию, то есть. Да, именно повышать квалификацию, да. Сколько, давай, по деньгам, сколько по времени? Потому что нас смотрят, слушают, заходят уже на сайт Юмейкера, да. Окей. По времени что? Курсы? Курсы, конечно. Курсы есть от полутора месяцев до трех месяцев. Например, курс диджеинг, один из наших таких топовых курсов, это DJ Accelerator Pro. Он идет три месяца, даже точнее четыре, извиняюсь. Вот самые длинные, это четыре месяца. И туда входит занятие по диджеингу, полные знания о диджеинге и написанию музыки. Нормально. Это вообще композиция? Это абсолютная композиция. В результате этого курса мы отправляем людей на мировые фестивали. Вот, например, 18 августа прямо выступать с гастролями. Ух ты. Мы оплачиваем перелет, проживание, питание, гонорар. Афиши. А они как под шефством кого-то едут? Под чьим-то руководством? Вот сейчас, в этот раз едут под шефством, да. Едет диджей Коля, он у нас отвечает за лейбл Юмейкер и за международные гастроли. Будут выступать они в этот раз в кафе Дель Мар на Эйбице. И ребята будут играть там первый раз. В этом наша фишка, что мы, во-первых, сами себе же делаем такие серьезные растяжки, я бы так сказать. Это бразильская система. Да, и мы не имеем права ошибиться. То есть мы отбираем людей, которые действительно достойны. Которых уверены. Да, они проходят конкурсы. Причем люди до этого не умели диджейить. Вообще с нуля. И мы получаем артистов. Да. Просто когда человек понимает и знает, что ему нужно выступить. Есть какой-то стимул. Он, естественно, да. У него сразу отпадают все сомнения. То есть есть срок. И мы говорим, что именно ты можешь выступить там-то, там-то. Диджейинг у вас самое популярное сейчас направление? У нас популярное... Ну, вообще, в принципе, все популярные направления. Но, конечно, диджейинг занимает больше... Больше людей интересуется диджейингом. Просто по количеству людей. Вызывает интерес. Да. Лучшее в стране. Продолжается программа «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Константин Копытов у нас в гостях основатель музыкального сообщества «Юмейкер». Друзья, смотрите, слушайте, учитесь. Мы остановились на том, что направление диджейинга самое такое, ну, популярное, массовое, что ли. И можно с нуля стать диджейингом. Абсолютно. Идут туда и девочки, и мальчики, да? Кто обучается больше? Девчонки сейчас тоже, мне кажется, в тренде. Вообще просто вот ровно учатся политики, учатся бизнесмены, учатся, причем немного, но студенты. Ну, студенты, наверное, они просто, они учатся пока... Пока учатся. Дисциплинам, да. Учатся, ну, сотрудники больших компаний. То есть это в целом получается интересная тусовка. Там на расстоянии вытянутой руки у тебя есть, по сути, вот все наше общество. И всех объединяет внутри наших стен одно любовь либо к радио, либо к диджейингу, либо к написанию музыки. Давай с диджейингом закончим. Вот смотри, получается, человек приходит, у него нет никакого представления о диджейинге, есть просто горячее желание. У него нет вертушек, у него нет пульта, у него нет наушников крутых. И все это у вас. И не знает программ. Сколько дней в неделю он, по сколько часов занимается? Он учится два раза в неделю с преподавателем по полтора часа. Ну, это группа, да? То есть это индивидуальная? Мини-группы специальные. У нас есть индивидуальные, есть группы. По полтора часа, два раза в неделю и приходит на практику, когда ему удобно. То есть практика есть в обязательном порядке. Нужно еще два раза в неделю прийти. И не обязательно, сколько человеку там хочется, пусть столько и практикуется. У нас это бесплатно. Отлично. Даже после выпуска. Ну, здорово. Вот. И в обучении принимают участие топовые, прямо топовые диджеи нашей страны. То есть у нас читают лекции Сергей Санчес, Компас Врубель. Компас Врубель ведет еще авторский курс. Спайдер тоже ведет авторский курс. Лекции читает Никита Забелин, Майк Спирит. Может быть, вам не говорит ни о чем эти имена, но это высокие, прям топовые диджеи нашей страны. Курс радио ведет, он же автор этого курса, Константин Михайлов. Это нам говорит все. Это имя, да. Сейчас, кстати, его сын отучился у нас на диджеинге, Саша. И он у нас работает. А сколько лет ему? Саше 21 год. Очень толковый, умный парень. То есть тоже уже создает свой трекер. Сашу назвали в честь дедушки. Александра Михайловна. Александр Николаевич, да, большой вам привет. На фактер, кто не знает. Ты чему учился там? Я проходил там все курсы. Ну, как бы, имеется в виду по всем направлениям, я проходил там все курсы. Первый курс, который я там прошел, это курс Михайлова. Ведущий программ на радио и ТВ. Там учат раскрепощению. Я, кстати, зажат немножечко сейчас. И понимаю, я просто вспоминаю. Ты это скрываешь? Да, как я захожу в аудиторию перед экзаменом, и все там сидят, боятся. Потому что там за стенкой может сидеть Козырев, Стрельников, естественно, Михайлов. Это вообще. Ну, комиссия, которая для выпускников страшная. Глыбы. И я захожу и говорю, ребят, ну чего вы, расслабьтесь, вы же ведущий, вы в эфире, вас слушают люди. А сейчас сам понимаю, что немножечко так это самое... Волнуешься. Чуть-чуть, да, но это хорошо, я считаю. Мне не все равно. Когда не волнуешься, значит, уже все, пора исправить. Да, значит, что-то не так. Да ладно, Ром, ты волнуешься перед эфиром? Ну, конечно, я волнуюсь. Вдруг у меня шоколадки нет под столом, и я пришел. Ты пришел, да. Скажи, пожалуйста, вот что интересно. То есть получается у вас такая атмосфера, что потом все друг с другом общаются, уже роднятся. Ты говоришь, выпускники приходят репетировать, практиковаться. То есть такая же тусовка своя. Именно своя тусовка, потому что это вообще наша концепция. Потому что у нас есть радиоведущий, есть радиостанция, есть студия звукозаписи, где ребята пишут свои треки. У нас сейчас в перспективе эти треки все будут звучать на нашем радио. В смысле, на нашем радио U-Maker. Ну, конечно, да. Да. И диджеи, которые диджеят. И у нас, естественно, внутри проходят мероприятия, мастер-классы, тусовочки. И все перемешиваются, и что-то создается. Ну, ребят, понятно, платят деньги, чтобы там принять... Конечно. А потом они эти деньги зарабатывают, работая уже на станциях, на мероприятиях и так далее. Я слышу наших выпускников, я не буду называть радиостанции, но я слышу в прямом эфире наших выпускников. Голосы родные. Совсем недавно я узнал Алину Вениченко, вот я сейчас про нее говорил вам. Она... Я слышу знакомый голос. Думаю, блин, что-то... Я случайно ехал с дочкой в машине. Безключая станции, да? Да. И случайно узнал, прям в голосе узнал Алину. Это было очень круто. Дорогие друзья, у нас впереди небольшая пауза. Оставайтесь с нами, и вы можете задавать свои вопросы. Группа ВКонтакте, страна FM, WhatsApp, Viber, 909-928-189,9. Я думаю, что Костя с удовольствием прокомментирует. Конечно. Лучшее в стране. Рисуйте себе светлое будущее в индустрии телевидения, радио, диджеинга. И, собственно, здесь вам поможет Константин Копытов, наш сегодняшний гость. Основатель музыкального сообщества YouMaker. Да. Мы говорим о том, кто к нам только присоединился, что ребята обучаются такому мастерству, как ведение радиоэфира, телеэфира, диджеинга. Это очень популярно. Мне интересно вот что. Впереди у нас в стране такие масштабные мероприятия типа Альфа Фьюч и так далее. Как-то преподаватели, выпускники участвуют в сием событии? Очень хороший вопрос. Мы как раз-таки участвуем. Мы на Альфа Фьюч и Пипл делали свой танцпол два года подряд. Это было в 2015 и 2016 году. То есть там выступало по 20, а то и 30 выпускников. Мы точно так же организовывали полностью гастроли. Мы их туда привозили. Я помню, как поехал огромный рейсовый автобус. Полный наших команд. Да, полный диджеев. В прошлом году мы участвовали в фестивале «Эпизод» во Вьетнаме. Туда полетели с гастролями наши ребята. Это очень крутой фестиваль, мощный. Также мы партнеры фестиваля «Усадьба джаз». Там делаем периодически свои шоу-кейсы. Я ездил раньше в Сочи на конкурс. В жюри там сидел. И в этом году у нас «Ибеца». То есть мы всегда выбираем какое-то место, куда летят наши ребята. И ребятам оплачивается это все? Конечно. Круто. То есть они летят как артисты. То есть у нас на выпуске, когда человек сдает экзамен, он становится диджеем. Но вы выбираете из них лучших. То есть не все летят уж прям абсолютно. Не совсем лучших, не все, конечно. Не лучших, а подходящих. Потому что наша концепция такова. Мы не подстраиваемся под тренды современные. Наша задача сначала определить любимый стиль музыки в человеке. Здорово. Чтобы он его как бы вот зажег. Своё в общем-то. Ну как говорится, или оперный певец, или народник. Абсолютно. Или популярную музыку ему петь. Да. Шансон, шансонье. Или рэпер. Или рэпер, да. Скажи, а ты сам играешь сейчас? Или ты уже ушел в такую организационную серу? Сейчас давно очень не играл. И, наверное, это... Тоже не буду. Вот мои выпускники, это какой-то спектр, наверное, моих мечт. Потому что у меня у самого, я помню, стояли цели большие. Может быть, я так как ставил эти цели, сейчас занимаюсь так активно и плотно всеми вот этими мероприятиями. Но периодически на крупных каких-то ивентах я выступаю. Вот если сейчас получится мне полететь в кафе Дель Мар, мы уже с Колей договорились, с диджеем. Там есть момент, нужно посадить солнце. Ну, то есть, как бы, музыка должна быть эмбент, лаунж, и прям вот шарик должен садиться. Я подобрал песню, можно, да, назвать? Пожалуйста. Из песни, из кинофильма Никиты Михалкова «Раба любви». Знаете эту песню? Да, конечно. Очень красивый трек, и я прям представляю вот эти яхты, садится солнце. Причем это русская композиция, так, чтобы европейцы, испанцы там от счастья проследили. А фильм-то грустный. А я фильм не смотрел. Ну, просто так. Ну, вот пересмотри, конечно. Смотри, обязательно. Чтобы играть с особым чувством. Кстати, ты сам вот говоришь, ну, разного бывают стилей диджея. Ты какого стиля диджея? Я люблю техно, люблю определенного формата дип, ну, и такой классический дип-хаус. Не шаблонный, а классический. Вообще, люблю джаз. Еще. Учусь играть на трубе. Нормально. У меня есть даже преподавать. То есть, возможно, появится еще музыкальная секция в «Юмейкере». Кстати, она давно была в такой кружок трубачей. Духовиков. Под руководством Артема Айвазяна. Вот видишь, что мы еще открыли, он молчал. Ну, это так, for fun, то есть это не коммерческое. С этого, Костя, все и начинается. Друзья, небольшая пауза, потом вернемся. Лучшее в стране. Мы продолжаем. Лиза Калинина, Роман Шахов в студии. У нас сегодня в гостях основатели музыкального сообщества «Юмейкер» Константин Копытов. Мы продолжаем освещать события, которые школа предлагает. Кто к нам только присоединился, напоминаю, что ребята учат и мастерству радио и теле, диджейнгу. И что еще? Есть какие-то мероприятия? Написание музыки. Вот. Совсем скоро будут какие-то события, мероприятия. Поделись с нами. Ближайшие события у нас 14 июля в клубе «Мэдмэн». Завтра. Да это завтра уже. Завтра, да. Будет полуфинал отборочного тура в путешествие в кафе «Дель Мар». Это будет 14 числа. 22 июля будет финал конкурса в клубе «Главклаб» на большой сцене. 50 киловатт звука, где выступали мировые звезды. Тройка финалистов будет там играть. Это вот все, что они должны пройти перед тем, как пойдут с гастролями. Мы выбираем одного человека, и он летит на наш шоу-кейс 18 августа в Испанию в кафе «Дель Мар». На Эмис. Класс. Круто. Собственно, вот эти мероприятия приходите на все три причем. Спасибо. В Испании будет, я думаю, вообще хорошо. Жарко. В Испании, да, будет хорошо. Скажи, пожалуйста, люди, которые отучились у вас, они как-то, ну, например, занимались они до этого, как ты говоришь, политикой, бизнесом или еще чем-то. Чем угодно, да. А вдруг они понимают, что диджейство — это их. Было ли такое, что меняют кардинально свою судьбу, свою жизнь? В любом возрасте. В любом возрасте. Это не то, чтобы было, это есть. Люди приходят и говорят, вот я хочу сменить там полностью жизнь. Ну, полностью уходят в это, да? Да, уходят в творчество, там, я хочу переехать в другую страну и там выступать, диджеять. Либо просто там, я вот всю жизнь там собираю треки, хочу научиться сводить их качественно и выступать. И мы предоставляем им в дальнейшем выступление. Очень много площадок. Удивительно, но можно выступать диджеем каждый день в этом городе, в Москве. Каждый день, включая понедельник, проходит какое-то мероприятие, где можно выступать. Хорошо, у меня тогда ответный вопрос. Встречный, вернее. Можно ли, когда человек к вам приходит, отказать ему сказать, ну, не твое это. На каком-нибудь факультете, например. Надо ли об этом говорить? Понятно, что все профессионалы, хоть это и субъективная отчасти профессия, но бывает же так, что лучше другим заниматься человеком. Конечно, мы можем... Надо ли об этом говорить? У нас были случаи, когда... Вот бывает у человека нет чувства ритма. Вот у нас было за всю историю два человека. Мы, естественно, просто сказали, чтобы не тратить ни его деньги и время, ни наше. Мы, как бы, откровенно это сказали. Обижались? Нет, абсолютно. Они, причем, сами это понимали. Ну, то есть, спустя полкурса. Но это очень редкий случай. На самом деле, для этого мы проводим конкурсы, чтобы мы... Был нормальный фильтр, во-первых. Во-вторых, это повышает качество. И мы видим, что у нас, например, был прошлый выпуск... То есть контингент группы сильный, да? Очень сильный. То есть там энергетика, все такой общий... Там есть командная работа. Синергия прям в ухо. Синергия, да. Они должны сделать свою вечеринку. У них есть задание такое. В стороннем клубе договориться, там, причем коммерческие условия. Это целый квест такой профессиональный. Это реально квест, да. Скажи, после того, как заканчивает чек обучения, он получает же какой-то, наверное, документ, сертификат или что? Первое, что он получает, это свой... Он оформляет свой профайл в профессиональных сообществах. Ну, таких, как, например, SoundCloud. Где есть его микс, где есть его описание, где есть его профайл, там, фотография и так далее. Вот это важнее, нежели чем документ. У нас есть фирменный диплом, который они получают. Он, конечно, больше памятный, но в радио, кстати, сфере, он, Костя говорит, котируется. Да? Потому что, да, вот именно для радиоведущих он у нас котируется. Для диджея, в принципе, я считаю, диплом как такового не нужен. Ты должен быть сам диджеем, и нужна твоя музыка. Плюс ребята получают карточки резидентов YouMaker. Они дают различные скидки на приобретение оборудования. Они дают проходы на наши мероприятия или партнерские мероприятия. И, естественно, они получают вход к нам внутрь сообщества, где они могут практиковаться, оттачивать мастерство, встречаться с заказчиками. У нас там очень хорошо и приятно, и солидно. И пользоваться нашими активами. Пультами, студией, радиостудией и так далее. Сколько вот по твоим подсчетам сейчас, в принципе, ваших людей, YouMaker? Вот какое это сообщество? Вот за все годы существования. Когда школа начала еще раз? В 2012-м. Мы начали, и как бы обороты начали набирать в 2013-м году. И сегодня у нас база, ну если говорить просто про базу, она порядка 10 тысяч человек. Человек. Да. И, ну вот соцсети у нас там по 6-7 тысяч в Фейсбуке. Это все именно ученики? Все наши, не обязательно учеников, там где-то больше тысячи, но меньше двух. Ближе к двум. А остальное? Остальные это кто? Это люди, которые приходят на мастер-классы. У нас еженедельно проходят бесплатные мастер-классы. А, вот это интересно. Интересно. От звезд радио, написания музыки и диджеинга. Профильные, в общем, такие встречи. Иностранцы периодически дают мастер-классы, музыкальный менеджмент, например, там РМА у нас, друзья-партнеры наши, это Академия, вот именно менеджмент музыки. Костя, кто композицией занимается, кто учит у вас написанию песен, произведению? Написанию музыки, очень хороший вопрос. Тут же нельзя без образования, наверное, как будто. Можно, потому что современные технологии, особенно программы для написания музыки, они сделаны так, что с помощью технологий ты можешь, то есть они выполняют три задачи. Первая, зафиксировать свою музу, то есть есть мелодия в голове, нужно ее положить, так сказать, на... Обозначить. А нотной грамоты-то нет, сольфеджио уже не изучали. Есть различные технологии, которые позволяют работать в правильной гармонии. Ну и плюс есть мелодия внутри, конечно, если у человека там нету ни вкуса, ни какого-то творческого порыва, то он, скорее всего, и не будет хотеть что-то писать. Как правило, вот... Договорю, извиняюсь. Значит, зафиксировать свою музу, сделать из него аранжировку, форму трека и добиться профессионального звучания. Вот этим функциям учат у нас именно музыканты. Это Максим Дорбека, аранжировщик, гитарист, лидер своей собственной группы, Космакс она называется, и Денис Кудряшов, это тоже музыкант профессиональный, он делает аранжировки очень многим топовым группам нашим современным. Круто. И они, естественно, дают общие, в любом случае, общие каноны теории музыки в начале. У них вот курсы начинаются, несколько занятий, это теория музыки, да. Дамы и господа, по-прежнему Константин Копытов в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Мы продолжаем говорить про сообщество «Юмейкер». Да. Вот скажи, пожалуйста, сейчас 6 тысяч, 10 тысяч человек, база ваша. Да. Какие планы? Вот как ты видишь, ну не финал, но куда стремление, какие тенденции? Тенденции следующие. У школы. Во-первых, сообщество хотим перевести еще параллельно в IT, чтобы были взаимодействия. То есть мы видим, как эффективно люди взаимодействуют друг с другом по части выступлений, организаций чего-либо. Я имею в виду выступлений, гастролей, вечеринок и так далее. То есть такое онлайн-эвент-агентство какое-то еще. Ну не ивент. Мы как бы даем вот эту демократию внутри, что они, мы, мы, конечно, сами, вот как агентство, мы работаем сами. Да, что такое, как это? Мы видим, что люди внутри сообщества развиваются. То есть вот мы просто это видим. Мы, я не знаю, может быть, я... Это нормально, да. Да, они прямо внутри развиваются, не уходят от нас, а только приходят. Мы продали в этом году первую франшизу в Москве, кстати. Поздравляем. Она находится в Сокольниках. И мы, естественно, сейчас хотим в разные города заходить. И, возможно, в соседние, ну, в другие страны. Возможно. Ну, то есть мы запустили какой-то процесс, он необратимый. Мы видим, что он идет положительно, расширяется, развивается. Динамика идет положительно. Динамика идет. И мы, собственно, его очень сильно поддерживаем. Он основан на любви, я считаю. Скажи еще раз, вот ближайшие какие мероприятия, вот куда мы можем пригласить аудиторию разную? Не только кто хочет учиться. Может быть, просто посмотреть? В этот... То есть завтра вечеринка раз. В четверг у нас мастер-класс. Я, извиняюсь, не помню, какой спикер. У нас каждый четверг... Скажи на сайте, да, можно посмотреть? На сайте youmaker.ru можете посмотреть. Каждый четверг у нас проходят в 8 вечера мастер-классы. Здорово. А каждую среду вы можете прийти и бесплатно в 19.30 позаниматься диджеингу. То есть так же бесплатно. То есть это пробные такие, так сказать, занятия. А вам я, кстати, хочу подарить полноценные курсы диджеинга. Мне прям хочется пригласить вас. Ну-ка, ну-ка. Вот прямо приглашаю вас пройти полный курс DJ Accelerator Pro. DJ Лиза Калинина. Нет, слушай, конечно. DJ Accelerator Pro. Это не хуже, чем Bumblebee или Optimus Prime. Да, я приду, так и скажу. Рома, вот прям рекомендую. Приходи обязательно. Вот, Ром, видишь? Спасибо. Тебе рекомендуют обязательно. Мне так, тебе обязательно. У меня еще Лиза тоже. Спасибо. Лиза Калинина. Вот какой еще у меня вопрос. Есть ли какие-то планы по расширению спектра того, что вы преподаете? Ну, например, будете готовить еще видеоблогеров как вариант. Дикторов. Видеоблогеры, да, это тренд. Конечно. Но мы даем вот эти основы на курсе ведущей программы на радио и ТВ. То есть этот курс позволяет... Они там работают перед камерой. Они снимают мини-стендапы. Потом они анализируют их. Коста там очень сильно критикует, либо хвалит. Он очень честный, порой слишком честный, что люди уходят с еды занятий. Я пошутил сейчас. Это шоу-визнус, ребята. И поэтому прямо вот для видеоблогеров у нас нету курса, но вот эти основы работы перед камерой, работы с залом, работа с микрофоном, речь, раскрепощение. Это, естественно, все в основе видеоблогинга. Так что, друзья, приходите. Мы с Ромой скоро станем студентами, видимо, да, диджейнга. Вы можете стать нашими одногруппниками. Буквально. Ребят, диджей... Когда следующий набор? Акселератор про? Когда он вообще приходит? Когда он с первого сентября наш? Именно диджей Акселератор про, вот этот курс стартует в начале сентября. Так. С первого по третье, вот в этих... Мы просто готовимся с Романом. Там же дневник надо купить, же все, ранец. Мы дадим все. Блокнотики, ручки, все дадим. Наушники. Ой, волнуемся, волнуемся. Немножко о своем творческом пути расскажи. Мой творческий путь. Я вообще учился сам, купил себе... В Москву я приехал из Екатеринбурга в 2004 году, занимался сначала рекрутинговым бизнесом, с первых своих заработанных денег купил себе вертушки ленивые. Хобби внедряется в жизнь. Дома учился год сам, и в какой-то момент пришли ко мне друзья, парня звали Костя тоже, и с ним его девушка, она танцевала испанские танцы в клубе «Туннель» на Лубянке. Был такой клуб. Она говорит, ты диджей? Я говорю, я диджей, но я еще ни разу не играл. Я комнатный диджей. Комнатный, да, орел. Вот, и она говорит, слушай, я вот в клубе работаю, хочешь твой телефон дам арт-директору, и, ну, если что, он тебя позовет. И вот мне звонит этот самый телефон, незнакомый, я поднимаю трубку, говорит, здравствуйте, это клуб «Туннель», мне дали ваш номер, вы на виниле играете? Я говорю, да, круто. Вы знаете, вот мы, правда, платим 3000, я помню, думаю, блин, еще платят. И это легло, кстати, именно это легло в основу. То есть надо платить, должно быть так. Сейчас этот человек ущет уже людей. И, может быть, эти 3000 дали вот какой-то рост и понимание, чтобы, ну, то есть вот как-то, я расту. И как личность, и как диджей, кстати, тоже. Вот ты же сейчас видишь как бы себя с другой стороны. Ну, то есть вот те ребята, которые приходят, ты когда-то был отчасти на их месте. Вот нужен этот старт какой-то, волшебный случай, чудо, которого так ждут, чтобы попасть в профессию? Это же не так просто, конкуренция большая. Ну, всякое может случиться. Вот я считаю, что, естественно, нужно чудо. И чудо приходит, когда человек действительно этого хочет. И готов. Они очень сильно отличаются. У нас очень много людей учатся просто для себя. Они получают прямо массу удовольствия, благодарны. Они забывают о каких-то насущных проблемах, там, работе, приходят вечером. Клуб по увлечениям какой-то такой, да? А есть, которые прямо вот у них задачи, цели. Мы ставим цели на три месяца, на год и на три года. Это вот вы в курсе, вы там будете тоже ставить. Отчасти, да. Но мы, естественно, про музыку, то есть карьерные цели. И я считаю, что наша эффективность достигнута, когда ваши цели достигнуты. Причем есть живые примеры успешных диджеев за короткое время, так сказать. Я, конечно, не от циничности, но я недавно смотрел топ богатейших диджеев мира. На десятом месте, то есть, повторюсь, я сейчас не о цинизме там, и диджеинг не для денег, но деньги все-таки должны быть параллельно твоей карьере. Ну, конечно. На десятом месте диджей Зет, это парень из Саратова. Я не знал просто, честно. У него в год он зарабатывает 19 миллионов долларов. Какой молодец. То есть не суммарно, а в год. А на седьмом месте парень, я не помню, кто у него, 21 миллион долларов в год. И он первый свой трек написал в 2015 году и выложил его на SoundCloud. Три года назад. Мы поняли направление, друзья. Юмейкер. Спасибо тебе большое. Костя, большое спасибо. Вам большое спасибо. Константин Копытов был у нас в эфире. Спасибо. Большое спасибо. До новых встреч и новых миксов. Все, пока. До свидания, пока. Лучшее в стране. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok